Колонии были основаны наиболее радикальными христианами. Это да, Америка как страна с своей традицией государственности основана была не радикальными и не то чтобы очень христианами. Отцы-основатели, по большей части, были либо масонами, либо еще чем-то вот таким экзотическим, просвеченческим. Что тоже не то чтобы заявить прямо. Я бы предпочел, если бы это были радикальные христиане как раз. Как это соотносится с твоим тезисом, что христианство это кринж или для тебя США это продолжение римских институтов до тирании Цезаря? США это прежде всего продолжение римских институтов. Есть такое. Сверх того, в современном христианстве так или иначе сохраняются элементы дохристианской традиции, о чем я тоже постоянно говорил. Послушай хотя бы какие-нибудь мои тейки про христианство. А ты шаришь за происхождение и религиозную доктрину масонства, но без уга-буга конспирологии. Это что-то типа дейнизма просто. Ну, масоны вообще разные бывают. Это зависит от конкретной ложи и конкретного обряда. То есть масоны бывают разных обрядов, и внутри обряд есть ложи. А внутри всего этого еще происходит различного рода динамика, так скажем. Это не что-то вроде дейнизма. Масонство – это скорее что-то больше похожее на античный гностицизм. Ну, поздний античный, получается, гностицизм. Ну, вообще, именно что метафизическая часть их учения, она очень сильно разнится. Потому что, ну, в реальности масоны, они не про то, чтобы иметь какие-то убеждения. Это больше про связи. Если для кого-то это цепляет, то основное – это не то, чтобы верить во что-то, а основное – это чтобы вместе быть и наебывать этих самых.